На улице уже дело близится к осени. Наверняка у всех на дачах там груши, всякие плодовые, яблоки и все, что с этим связано. Я давеча там пару недель назад, не пару недель назад, в самом конце июля, да, это уже давно было. Делал ужин из фермерских продуктов, и я там на десерт делал простейшее, очень вкусное ресторанное блюдо, которое делается из груши. Груша и базилик, все. Особо там больше ничего нет. Так вот, я сделал предварительную подготовку. Вот здесь вот у меня, смотрите, вот эта груша одна у меня, она большая. Это все с одного дерева, только, видите, вот эти маленькие груши, это большая. Большую грушу я оставляю на, так сказать, лицо, тарелки. Вот этих малышей, значит, я очистил. Очистки я отправил в кастрюльку. Значит, сюда я добавляю зеленый базилик. Закрываю фольгу. Можно, конечно, и сушеный зеленый базилик, но только если вы его лично выращивали и сушили. Так будет вкуснее. И отправляю все это запекаться. Градусов 200 не нужно долго. Здесь нужно сделать так, чтобы груша стала мягкой. Вот, знаете, как яблоко, когда запекаете, к очисткам я добавляю, ну, очистки я чистил овощечисткой, да? Я что-то даже не показал, как я это делал. Вдруг кто-то напишет, типа, а что же это вы не показали, как это происходит. В общем, все это нужно вот таким образом очистить. Очищать нужно так, чтобы груша, ну, осталась красивой. То есть аккуратно. Эти груши никто не поливал какашечками. Вернее, какашечками настоящими поливали. Видите, должно быть здесь, наверное, червячок живет. Ну, и пусть все живет, что мы его трогать не будем. Значит, для подачи мы оставляем верхушечку. Низ у нас, соответственно, вот он. Подрезали, стоит. Здесь края вот от овощечистки. Если вдруг кого-то смущают, можно это все подровнять. Значит, очистки. Сюда ветка базилика. Значит, сахар. Вот, смотрите, 2 ложки пока что столовые сыплю. И добавляю еще половинку. Потом можно будет добавить. Объясню потом, чуть позже, что это такое. Значит, и у меня есть полусладкое вино. Это у нас получается 0,7, да? Ну, вот, где-то полбутылки надо сюда вылить. Во-первых, сюда ставим грушу. Сюда выливаем полбутылки вина. И теперь я сюда добавляю в воду. Продукт получается, знаете, из-за базилика с грушей, с кислым вином, сладковатым, с сахаром, со всем прочим, здесь не нужно портить никакой аромат. Воду я использую только фильтрованную, потому что могу себе позволить. У меня крутейший спонсор. Аквафор, фильтры. Воды я сюда добавляю так, чтобы у меня груша была практически вся погружена стоя. Вы можете положить на бок, сказать, ну вот, это же нужно меньше воды. Нет. Ориентируйтесь, на очистках стоит груша, она должна вот прям почти, почти вот по самое не хочу. Фильтрованная вода не вступит в реакцию ни с кислотой, ни с теми элементами, которые есть в груши, которые вот когда мы очищаем, она зеленеет, окисляется от воздуха. В итоге мы имеем некий предварительно подготовленный сироп, вкусный, который сейчас доводим до кипения. Довожу до кипения, ставлю на медленный огонь и варю 10 минут, наверное. И потом даю в этом во всем остывать. Главное не проворонить. Переварите грушу, в хлам превратится. Нужно поймать ее. Вот зубочисткой раз, аккуратненько ткнули, смотрите, о, зубочистка уже мягко входит. Значит, груша готова. Лучше дайте ей постоять еще вот в этой теплой, в теплом вот этом компоте, для того, чтобы это все пропиталось и она еще дальше догреется. Да, чуть не забыл, кувшины, не только кувшины, различные фильтры. У меня-то дома, видите, какая штука стоит, кранчик. Кувшины, любые виды фильтров, ссылочку я дам в описании. Посмотрите, аквафор может предложить массу всего интересного. Если вдруг у вас еще нету доступа к чистой питьевой воде, то я вам даю такую возможность, не только я, но и аквафор вместе со мной. Теперь достаем сито. Значит, кастрюлька на медленном огне вместе с грушей. Можно поглядеть, как вот это все выглядит там. Простояло вместе с грушей где-то минут, наверное, 15. Но я поставил на самый маленький, чтобы не кипело. Может быть, даже чуть больше. Я так по времени особо не засекал. Вот базилик, это все потеряло цвет. Груша пусть тут плавает. Вернее, не совсем так. Делаем нехитрые манипуляции. Вы думаете, тарелки откуда? Из Индии, кстати. Да и делаю, готовлю что-то. И вот, знаете, вспоминаю вот эту историю, которая произошла со мной недавно. Женька, друг мой, шеф-повар, рассказывает, плачет. До чего люди дошли, говорит. Просто, ну, в Москве открыли огромный фудмол. 75 концепций. Еды полным-полно. Очереди везде. И люди как будто вот оголодали. И вот мы, повара, стараемся. Стараемся. А они вот переваливаются через барную стойку. Такие, братан, да забей. Ты что-то там выкладываешь. Берут вот так вот тарелки. Просто в одну сваливают. Спасибо, чувак. Все вкусно. Все и несут. И вот, представляете, вот, шеф-повара. Люди, вот, если бы, например, те, кто делают для вас автомобили, вот так бы расстроились. И бы сказали, да похеру на чем ездить. Давай мне просто Ладу-Калину со спущенным колесом. Да и фиг с ней я помчу. И все бы так, кто делает Мерседес, сказали, ааа. Зачем мы заморачиваемся? И мы, повара, вот сейчас на этом этапе заморачиваемся. Я заморачиваюсь, там, ребята заморачиваются. Мы ведем дискуссии, беседуем на тему. А вам, вот, ну, лишь бы опхать все. Это так, это не так. Устрицы зашли, ежи не зашли. Это пол моей зарплаты. Это 10 моих зарплат. Еще что-то. Я готовлю из самых простейших вещей. Из самых простейших. Проще некуда. Из очисток, вон, уже из грушевых готовлю. Груша отварилась цельная, красивая. Вот она. Ждет своего часа. Здесь, как вы понимаете, получился очень крутой, ароматный, вкусный, с кислинкой. В меру сладкий. В меру сладкий. Здесь нельзя переборщить сахаром. Компот, да, по сути. Компот. Достаем. То, что у нас запекалось тут. О! Красота какая! Сейчас, секунду, все покажу. Вот, посмотрите. Груша. Ну вот, мы берем ее. Вон она. Видите? Вся, ну не в пюре, но вроде того. Серединка держит. Видишь, печеная груша. Вот, вот если ее пальцем сжимать. Вот так, наверное, надо сделать. Видите, она вон вся в кашу. Превращается при нажатии. В общем, печеные груши. А вот эта чуть сыроватая осталась. Но ничего страшного. Печеные груши я отправляю вот сюда. Почему я их запек, а не сварил? Потому что при запекании концентрируется сахара, усиливается вкус каждого продукта. Поэтому, если мы хотим сделать максимально вкусно, то мы должны обязательно это запечь. Будь то морковка, свекла, груша, яблоко, печеное яблоко, не вареное. А эту грушу мы отвариваем, мы не можем запечь. Здесь нам нужна форма. Это мы запекали только лишь для того, чтобы забрать вкус. Теперь мы вкус груш печеных вбиваем в наш компот. В общем, все груши, видите, я полностью разбил. Я сюда ввел мякоть печеной груши. Когда груши все разбиты, все, последний, последнюю веточку свежего базилика я сюда освежаю. Грушево-базиликовый вкус полностью. Знаете, во-первых, вы можете это сделать дома. Вот вы даже никогда не задаете вопрос, как ресторан живет, да, вот внутренняя кухня. Хотя много кто посмотрели стажировку во Франции. И то есть не всем людям пофиг, что происходит на кухне ресторана. Вот мы создаем блюда, которые могут быть совершенно из одного ингредиента. Но в моем случае два ингредиента. Это груша и базилик. Все остальное вода, доп какие-то там, типа вино и сахар. Это не считается как ингредиент, но тем не менее. И вот даже из простейших таких вещей можно сделать прикольное блюдо. Главное, чуть-чуть заморочиться. Все вместе у меня заняло около часа. Вот. Ну плюс, это должно остыть. Если вы захотите к дню рождения своей там жены, мужа, сестры, брата, сделать что-то эдакое, вечером сделайте накануне, дайте ночь остыть. Я вас уверяю, у вас все возьмут этот рецепт, спросят, как вы это сделали. Как это получилось. А это все прям просто. Ну, только что я вон весь стол измазал блендером. Все, теперь базиликом это все у нас насытилось. Следует теперь мякоть от косточек, от всего прочего процедить через сито. От всех этих листочков и всего лишнего. И вот эта база основная, она готова. Ну, то есть весь суп готов. Груша готова. Грушу, кстати, чтобы она тут не ветрилась, я всегда храню в ресторане, прям в самом бульоне. Нужно выбрать самую красивую тарелку. Берем половник. Размешиваем всю мякоть. Зачем как это размешиваем? Мы сначала должны попробовать. Прежде чем налить гостю в тарелку. Не считая того, что это теплое, по вкусу это вообще просто то, что нужно. В идеале нужно остудить. Льем на дно тарелки грушевую жижу. Сюда вы можете добавить мороженого. Только остудить, я говорю еще раз. Когда вы сварите много груш, ну, например, 5-6, все сюда закладываете, вот с этим сиропом прям ставите. Мы делали как? Сюда клали еще свежего, пока он теплый, клали свежий базилик и ставили в ресторане на 5-6 часов в холодильник, для того, чтобы и базилик там остывал, и все это проходило, и груша, чтобы остывала. Теперь нужно поставить сюда грушу. В центр тарелки ставим грушу. Видите, она должна стоять. Сюда можно покапать зеленое масло, еще что-то в ресторанах вы часто это встречаете. Я беру сюда, выбираю маленькие листочки базилика. Делаю это для себя любимого. Все остальное я в какой-нибудь салат или в соус запихну. Два листочка базилика для того, чтобы подчеркнуть вкус. Мы же там его использовали, поэтому в украшении используем базилик. Мята. Так как это у нас десерт, соответственно, берем и сюда лепим листочки мяты. Так, маленькие, маленькие, ищем маленькие. Вот сюда на верхушечку сделать. И, соответственно, еще два листочка бросим в сам суп. Пусть все остается так, как есть. Помимо всего прочего, для того, чтобы не было ни у кого ощущения, что здесь только сжижка и груша, обязательно используйте какой-нибудь фрукт. В ресторане у меня были яблоки. Яблоки я к фермеру, к Мише приехал, у него с дерева собрал и в таком виде их привез. И мы перед отдачей просто-напросто нарезали кубиком, пока они еще не успели, прям сюда посыпали для того, чтобы яблоко с грушей по вкусу сочетаются, чтобы они выдавали вот такую нотку классную. У меня сейчас, я привез из геленджика инжир. Все, я, соответственно, разрезаю, добавляю сюда инжир. И вот как раз инжир у нас даст возможность лечь листочком мяты близко. Ну, а так как я еще успел за это время восторжка взгонять, то по пути восторжка я купил, заехал в деревушке в одну чернику, голубику. Я так понимаю, это садовая голубика. Тетя мне хоть и прочесала, что, мол, типа, это дикая голубика, она там вообще в диком лесу растет, вообще это как бомба. Ну, какая она дикая, если она, блин, во-первых, одна к одной. Во-вторых, в магазинах такой точно не бывает. В деревнях я ни на Алтае нигде не видел такой. И она еще с веточками. Вот смотрите, добавляем сюда голубику. Вот эта садовая голубика, которая не магазинная, импортная, а домашняя. Она не сладкая, она такая терпкая, кисловатая. Это вот прям респект и уважуха, потому что натур. Все, здесь вот дальше никуда не нужно не бежать. Это полноценный ресторанный десерт. Время пробы. Важный момент, важный момент. Я попробую немножко, потому что у меня еще есть красавица-супруга, которая вот такие штуки любит. Она говорит, типа, мне, пожалуйста, оставьте. И нечего пробовать много и долго. Шикарный вид. Шикарный вид. Классно. Что, я ничего даже не сказал, пока пробовал? Круша довольно плотная осталась, но она вся проварилась. Возможно, ее нужно было проварить там еще 3-4 минуты. Это на любителя совершенно. Мне нравится именно такая. Она должна быть плотная. Надо резать, чувствовать. Компот этот получился. Представляете, там и вино, и базилик. Еще и сахар. И все вместе это протерто, еще и пробито. И там вкуса столько. А все остальное на ваше усмотрение. Мне голубик и инжир очень-очень хорошо зашли. Это такой летний, августовский. Может быть, начало сентября десерт. Украсьте его по своему усмотрению. Добавьте сюда печенюшки, не знаю, савоярди. Добавьте сюда немножко маскарпоне. Увеличьте количество сахара. Посыпьте, как в этих ресторанах таких. Пудрой, пудрой все посыпай, брат. Пудрой все посыпь, посыпь. Да, чтобы слаще было людям. Десерт нужно все. Еще вилку так положите, так пудрой посыпьте. Потом вилку уберите с тарелки, чтобы форма от вилки осталась. О, это вообще будет бомба. Я к тому, что приятного аппетита, друзья. Наслаждайтесь вкусными, классными десертами со своего огорода.